Анна терапевт в Голицынской поликлинике. Удобно, дом находится недалеко от работы, однако условия проживания оставляют желать лучшего. С просьбой о помощи жительница обратилась к главе округа на личном приеме. В доме проблема то, что нет централизованной канализации, в том, что топится до сих пор углем, в том, что газовые баллоны и жители 11-й квартиры на мой септик ставят свою машину. Возле, вблизи газовых баллонов не хватает даже 2-3 метра. Поэтому хочется, чтобы дом поскорее снесли и дали врачам комфортабельное жилье. Из крана идет техническая вода. Приходится ее тщательно фильтровать. Крыша протекает, пол гниет. Дом считается ветхим, его износ 50%. Но чтобы улучшить жилищные условия, нужно пройти ряд процедур для признания строения аварийным. С еще одним непростым жилищным вопросом обратились многодетные родители. По их словам, приобретенный ими земельный участок был незаконно уменьшен на две сотки. Судебные заседания спор не разрешили, но выход из сложившейся ситуации есть. Я предлагаю поступить следующим образом. Мы до настоящего времени еще не внесли изменения в генеральный план Звенигорода, в части охранных зон и всего остального. И в следующем году, насколько я понимаю, это планировалось сделать. То есть генеральный план Звенигорода будет внесено. И мы с учетом вашего, так сказать, обращения скорректируем эту улицу, которая была отображена в генеральном плане, сдвинемаясь с учетом ваших этих двухсоток. Это позволит отделить часть земли многодетной семьи от дороги, которая по ней проходит. На личном приеме обсудили и другие вопросы, в частности, снос незаконных построек, поддержание порядка на территории возле продуктового магазина, поддержку ветеранов.